Аграрии будут наказаны. В Дагестане появится реестр земель, захламленных по вине сельхозпроизводителей. Есть ли пчелы и будет ли мед? О чем еще говорили дагестанские пчеловоды на ежегодном собрании? Расскажем в выпуске. В условиях, максимально приближенным к боевым. О совместных учениях дагестанских силовиков в акватории Каспия смотрите далее. В спортивном зале непривычно тихо. Сборная Дагестана среди глухих и слабослышащих готовится к чемпионату России по вольной борьбе. Начнем с неутешительной статистики транспортных происшествий в Дагестане. За минувшую неделю с 24 по 30 апреля на дорогах республики погибли два человека и 52 получили травмы. Всего за этот период, по данным ГИБДД, произошло 36 аварий. Всякая земля должна быть под контролем. В Дагестане составят реестр загрязненных и поврежденных территорий сельхозназначения. В республике имеют место факты, когда аграрии арендуют земельные участки на один сезон и оставляют пленку от теплиц на полях, тем самым загрязняя почвы. По данным регионального Минсельхоза, чаще всего такие факты выявлялись в Бабаюртовском и Кизлярском районах. Власти обещают, что агрофирмы, которые допустили урон землям, будут наказаны. Дагестан презентует свыше 30 проектов в сферах туризма, агропрома, транспортной логистики и промышленности в Ставропольском крае. На площадке Минводы Экспо стартовала первая Кавказская инвестиционная выставка. В течение трех дней наши делегаты примут участие в дискуссиях и встречах, посвященных вопросам ЖКХ и энергетики, цифровизации и современных финансовых инструментов, инвестиций и банковского сектора. Планируется подписание ряда соглашений. Отметим, что в мероприятии принимает участие и руководство республики. Найти и обезвредить. Дагестанские ОМОНовцы показали свои навыки в ходе тактико-специальных учений правоохранительных структур региона. Тренировки прошли в акватории Каспийского моря в условиях, максимально приближенных к боевым. По легенде, в оперативный штаб республики поступил сигнал об угрозе взрыва на судне. Незамедлительно было принято решение обследовать корабль с целью обнаружения и уничтожения опасных предметов. Были отработаны действия водолазной и инженерно-технических групп Росгвардии, Каспийской флотилии и пограничников. Вековая история жизни. Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Херсанов отметил 100-летний юбилей. Поздравить долгожителя с важной датой прибыли исполняющие обязанности главы Махачкалы и министр труда и социального развития республики. Война началась для Херсанова сразу после окончания школы в Наро-Фоминске. Сталинградская битва стала первой и самой долгой в жизни молодого офицера. Я прошел путь от Сталинграда до Берлина. Нахожден был в Красной звезды по окончании Сталинградской битвы. Всего у Виктора Херсанова пять орденов Отечественной войны и множество наград мирного времени. И к другим темам. Дагестанское пчеловодство. Проблемы, перспективы, задачи. Широкий спектр вопросов отрасли обсудили на ежегодном собрании Ассоциации предпринимателей, занимающихся производством меда. Подробности в сюжете Карима Гамаева. Как оказалось, бочки меда у пчеловодов республики не без ложки дегтя. На данном этапе в Дагестане зарегистрировано 5000 пчеловодов, но активной работой из них занимаются меньше половины. В совокупности все пчелы региона выдают лишь 1200 тонн меда. Получается, на душу населения мы производим 270 граммов на наших жителей Дагестана. Так как на самом деле употребляет больше наша главная цель, чтобы наши дагестанские жители, наши дагестанцы питались нашим дагестанским качественным медом. Так как дагестанский, особенно горный мед, считается одним из лучших медов в Российской Федерации. Главное, что все собравшиеся знают, на чем нужно сделать упор. В каких-то моментах пчеловодам не помешает и поддержка со стороны государства. Это один из вопросов расширения медоносной базы. И еще ряд вопросов есть. Мы бы сказали про лабораторные проблемы, которые в данный момент есть. Уже какие-то продвижения в этом направлении, но недостаточно. Нужно, чтобы там были лаборанты, нужно, чтобы там проводили какие-то анализы по болезням пчел. И также по медам, чтобы проводили анализы, проверяли на остаточные химические вещества и так далее. Отсутствие, так скажем, специалиста, к которому мы могли бы прийти в какой-нибудь офис, допустим, при Минсельхозе. Мы приехали туда, допустим, и этот человек, весь список документов нам помогает собирать, потому что мы не знаем, как собирать это. И это нелегкий вопрос. Мед, несомненно, приносит большую пользу для здоровья человека. Также и сами пчелы благотворно влияют на людей. Об этом сказано даже в священной книге «Мусульман». Верующий человек должен быть подобно пчеле. То есть он питается только полезным, питается только дозволенным и выдает только сладкое, хорошее. Поэтому работа с пчелой, каждый человек духовно как-то очищается, задумывается, что это за творение, как оно работает, как она. Эта пчела идеально выполняет повеление Всевышнего Аллаха, в котором ей повелевается, согласно Айту Бурану, строить дома, чтобы она летала за медом, за нектаром. И всю эту работу, как она идеально делает, чтобы общество, люди тоже оздоравливались духовно. Пчеловодам республики предстоит кропотливая и большая работа. Главное, что они организованы и действуют сообща. Карим Гамаев, Дауд Гасанов, новости ННТ «Талги». В Дагестанском гуманитарном институте прошел международный научный форум. В мероприятии приняли участие представители местной власти, ученые из Казани, Марокко и Дагестана. В ходе встречи говорили об экономических проблемах развития страны, сохранении культурных ценностей народов России, а также о теологическом образовании. Форум прошел в формате пленарного заседания и работы отдельных секций. И немного о спорте. Путь в спорт, как попытка преодолеть себя. Сборная Дагестана среди глухих и слабослышащих готовится к чемпионату России по вольной борьбе. Соревнования стартуют 11 мая в Нарофа-Минске. О том, как спортсмены идут к успеху в непростых жизненных обстоятельствах, узнавал Курбан Рагимов. В зале борьбы школы имени Газьмагмеда Ахмедова сегодня непривычно тихо. Но это не значит, что спортсмены не выкладываются по полной. Сборная Дагестана среди глухих и слабослышащих спортсменов готовится к чемпионату России. До старта соревнований остается меньше 10 дней. Команду в подмосковном Нарофа-Минске представят 30 спортсменов. Самый опытный из них – Бесултан Абакаров. 10 лет назад побеждал на Сурдолимпийских играх в Болгарии. Титулованному вольнику скоро исполнится 45, но вешать борцовки на гвоздь он пока не намерен. Вторым стал, но в этом году постараемся выиграть. На 100 есть. Подготовка тоже идет неплохо. Одни и те же критерии оценки и правила. На ковре сурдоспортсмены ничем не отличаются от коллег. К ним такие же жесткие требования. Правда, к каждому здесь важно найти особенный подход. К каждому ученику, у каждого психология своя. Один любит, когда хорошо говоришь, не ругаешь, он понимает. Другого чуть-чуть надо… Да, он такой язык знает. Я раньше работал старшим тренером, я всегда им говорил. Они вот есть тут слабослышащие, чуть-чуть слышат, а есть чисто глухие. Я всегда говорил им перед соревнованиями. Не боритесь, только вот уткнулись туда, никого не видите. Надо иногда посмотреть на тренера. Секундирует тренер, он же не просто сидит, он вам подсказывает. Вы иногда поворачиваете глазами, все время держите, контакт держите с тренером, который секундирует. Но они уже к этому привыкли. Сбор на базе школы имени Ахмедова только второй в истории команды борцов с проблемами слуха. На путь стула от вольников перед выездом на чемпионат России приехало руководство Федерации спорта глухих. Как сборы появились, это 2-3 года. Раньше у них не было сборов, мотивация у ребят появилась. Конечно, бешеная мотивация появилась. Раньше у них такого не было. Питание у них трехразовое, 2 раза они тренируются утром и вечером. Раньше не было такого. Конечно, большое спасибо Министерству спорта, что они пошли нам на встречу и создали такие устрелы для наших ребят. Им это стимул. Дух у них есть, они готовы идти до конца, они пашут ни на что не смотрят. Дисциплина у них есть, в зал заходишь. Вот мы как раз недавно говорили, какая здесь тишина, да, все работают, работают, работают. Я говорю, они здесь тишина в зале, а для них это пожизненная тишина, да, они всегда в тишине. Поэтому им большое уважение, что они такие трудолюбивые и выбрали именно спорт, потому что это нелегко даже с ребятам слышащим, которые говорящим. Чемпионат России станет главным этапом отбора в национальную сборную перед альтернативными играми сурдолимпийцев. Они пройдут в конце июля в Уфе. В одной из самых конкурентных категорий до 84 килограммов основные надежды в команде возлагают на Казима Магомед Керимова. Махачкалинец из школы «Динамо» имеет опыт выступлений на международной арене. С 2018 года, говорит, начал, говорит, выступать на чемпионатах России, и, говорит, цель была поехать. Поехал куда? В Владимире мир был, чемпионат мира. Там занял какое место? Второе место занял, говорит. План, конечно, говорит, золото взять, и моих, говорит, товарищей, говорит, по команде, говорит, золото взять. Настрой, говорит, такой, боевой, говорит, настрой на чемпионство. Побеждать вопреки всем трудностям качества, к которому стремятся многие профессионалы. У нашей команды с этим полный порядок. В Нарафаминске сборная Дагестана будет бороться за самые высокие места. Соревнования стартуют 11 мая и продлятся три дня. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Смотрите новости ННТ также на наших каналах в социальных сетях. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ларьяна Шимхалаева. Встретимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова